Здравствуйте, это программа Город Аси и Елена Чернявская. Преступления, происходящие по телефону, называются дистанционными и раскрываются они, к сожалению, редко. Поэтому обман следует вовремя распознать, а еще лучше вообще предотвратить такие звонки. Для этого необходимо разобраться, как мошенники могут получить ваш номер телефона, личную информацию, а также ознакомиться с основными приемами обманщиков. А поможет в этом мой сегодняшний гость программы, начальник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска управления МВД России по городу Самаре Владимир Елясин. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, давайте поговорим. Неустанно мы объявляем эту тему эфира, мошенники телефонные. Так вот, тем не менее, скажите, пожалуйста, а вот кем в основном представляются мошенники, когда звонят по телефону? Какие схемы используют? Я, конечно, понимаю, что мошенники постоянно придумывают новые формы обмана. Так вот, сначала давайте все-таки расскажем о более распространенных формах, кем представляются, когда звонят, ну и вообще, как сейчас они о себе заявляют. Ну, здесь стоит отметить, что наиболее распространенные схемы у нас, как вы уже сказали, да, остаются практически неизменными. Одна из основных – это звонок от лжесотрудника банка, когда преступники звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка. Также в этих случаях они представляются сотрудниками правоохранительных органов, говорят потерпевшим, что нужно выполнять действия, которые им говорят сотрудники банка. Также очень много преступлений с использованием социальных сетей, торговых площадок. Это вот в основном те, которые сейчас действуют, да? Они из основных, да, так скажем, легенд, которые используют преступники. Хорошо. Ну вот все-таки давайте мы поговорим, а какие суммы похищают чаще всего. Вот в средствах массовой информации постоянно пестрят вот такие огромные суммы. Там пенсионерка перевела миллион, полтора. Вот недавно было сообщение, пять миллионов перевела женщина мошенникам. Вот и ведь даже готовы брать кредиты на такие огромные суммы, чтобы перевести мошенникам. Вот скажите, в основном речь идет о каких деньгах, если мы говорим, конечно, по городу Соболь? Ну, здесь суммы от нескольких тысяч действительно до нескольких миллионов рублей. У нас, к сожалению, есть факты, когда потерпевшие не то что брали кредиты, а продавали свои квартиры и переводили деньги мошенникам. То есть это вот мошенничество, такой вид был именно по телефону. Вот вы сейчас такой пример привели. Расскажите, пожалуйста, о нем поподробнее. Вы же ведь в курсе ситуации наверняка. То есть позвонили по телефону, дистанционно общаясь, люди продают квартиры и перечисляют деньги, даже не видя, кому они это делают. Это действительно как нужно психологически воздействовать серьезно, чтобы довести его до такой ситуации? Ну, классическая схема. Звонит неизвестный, представляется сотрудником банка, объясняет потерпевшему, что в отношении его счетов производится какая-то активность, спрашивает, осуществляют ли они какие-то переводы и так далее. Соответственно, потерпевшие говорят, что они никаких действий не совершали. В этом случае злоумышленники говорят, что для того, чтобы предотвратить похищение ваших денежных средств, нужно произвести определенные манипуляции. Здесь также, возможно, они настраивают человека на то, что сотрудники банка в курсе этих преступлений и, возможно, даже причастны к этим преступлениям. И поэтому им не стоит ничего говорить, а нужно выполнять требования только, так сказать, человека, который звонит. И потерпевшие, так скажем, поверив в эту легенду, идут в банк, переводят свои денежные средства, оформляют кредиты. Вот непосредственно, что касается продажи квартиры, также убедили женщину о том, что злоумышленники получили доступ к ее данным и от ее имени продадут ее квартиру. Тем самым вынудили ее действительно заключить сделку по продаже своей. Недвижимость и полученные деньги она перевела злого мошенника. Правда ли, что мошенники сейчас записывают также еще и голоса жертв и с помощью этого еще и снимают деньги? Вы знаете, честно, я не знаю о таких случаях. Но здесь, наверное, стоит отметить, что иногда преступники просят людей произнести какие-то фразы якобы для того, чтобы их записал робот. Но здесь, я думаю, это, скорее всего, просто психологический ход. И человек, думая, что он общается действительно с какой-то роботизированной программой, называет свои данные, называет коды, которые ему приходят, свои номера банковских карт и так далее. То есть это уже, наверное, такой вот первый шаг мошенников, чтобы использовать эту же информацию против владельца в дальнейшем. Поэтому, конечно же, не стоит разговаривать с роботами и тем более сообщать свои персональные данные и тем более данные из банковских карт. А вот с помощью QR-кода мошенники могут украсть деньги? В некоторых приложениях, мобильных приложениях ряда банков, есть такая функция создания QR-кода, который можно впоследствии отправить кому-либо. И человек, так скажем, используя этот QR-код, может, да, может снять денежные средства. Ну, все это, естественно, сделано для удобства нашего с вами, да. Но вот злоумышленники, к сожалению, это тоже взяли себе на вооружение. Данный QR-код, его фотография позволяет, так скажем, с экрана смартфона поднести его к банкомату и через банкомат снять денежные средства. Поэтому здесь тоже, ну, никому никогда не отправляйте ни свои данные, соответственно, ни какие коды, которые вам приходят. И тем более сформированный вами QR-код на получение ваших денежных средств. Владимир Михайлович, ну вот очень активно граждане пользуются порталом госуслуг, где, естественно, есть все личные данные, а также аккаунты в социальных сетях, мессенджерах. Подскажите, пожалуйста, вот как защитить свои личные персональные данные? Ну, прежде всего, ни в каких социальных сетях, мессенджерах не нужно размещать фотографии своих документов, фотографии своих банковских карт. Тем более с кодами доступа, которые есть на обратной стороне у нас, да. То есть, как бы, многие интернет-магазины осуществляют продажу своих товаров по достаточно простой схеме. Вы вводите туда данные банковской карты и код безопасности, который есть сзади каждой банковской карты. И этого достаточно для того, чтобы оплатить, ну, определенные покупки. Поэтому, если вы разместите данную информацию в открытом доступе, то, соответственно, кто-то, естественно, может воспользоваться данной информацией. А все-таки, если говорить о гражданах, которые наиболее подвержены действиям мошенников, вот если все-таки нарисовать такой социальный портрет людей, человека, которые чаще всего попадаются на уловки мошенников, вот о ком бы вы могли сказать в первую очередь? Ну, первое, это, конечно, граждане пожилого возраста. В силу, ну, так скажем, наверное, своей доверчивости, они более подвержены данным преступлениям. Ну, а в остальном все границы уже стерты. Начиная от студентов и заканчивая директорами предприятий. Вы сказали, в первую очередь, люди пожилого возраста. Вы знаете, у нас есть достаточно показательный сюжет, который предоставила ваша пресс-служба. Вот прям целая история рассказана пенсионерке, которая проживает в городе Самара, как она попалась на уловку. Мы, конечно же, сейчас посмотрим его. Ну, а вы, уважаемые телезрители, посмотрите. И, конечно же, не повторяйте ни в коем случае ошибок тех, которые повторила пенсионерка из нашего сюжета. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотрудники полиции предполагают, что подозреваемые совершили противоправные деяния в отношении пожилой женщины. 84-летняя жительница поселка Мехзавод находилась дома, когда на стационарный телефон поступил звонок. И слышу бабуль и закашлялся. А я ей говорю, Макс, ты что, внук, ты мой хороший, что, прям и так говорила, простыл что ли? Да, бабуль, я простыл и чихаю. Вот, я говорю, ты что тебе надо? Он говорит, у тебя есть варенье это, валиновое и мед. Есть, конечно, все у меня. Ну и вот, он говорит, сейчас женщина заедет, зайдет. Вот, вот, и ты передай, вроде того, чтобы вот от кашлят и все. И у тебя дома деньги есть, у меня 18 тысяч, я отдам тебе только 15, а три себе, потому что пенсию я еще не получала. Волнуюсь, пенсионерка не придала значения тому, что звонивший не знал, где она проживает, и попросил назвать адрес бабушки. Через некоторое время за посылкой приехала знакомая мнимого внука. Я даю ей 15 тысяч, пятитысячную, 10 тысяч, тысячами, и она, а он ей без конца звонит. Вот, а звонит он на мой телефон, я беру трубку, он говорит, ну что, бабуля, ушла женщина? Я говорю, ушла. Поняв, что им удалось обмануть женщину, злоумышленник позвонил снова и попросил родственницу отдать оставшиеся у нее на еду последние деньги. Доверчивая пенсионерка отдала все. После того, как гостья ушла, потерпевшая решила позвонить внуку и расспросить его подробнее. Говорю, Макс, а что это ты мне на домашний звонил? Деньги-то, какие бабуль деньги? Говорю, вот такие, рассказала ему все. Он говорит, да ты что, бабуль, во-первых, нам и деньги от тебя от меня, а с меня никто никогда не берет, все родня. Я не звонил, и денег я не просил. И я сразу, ах, поняла, что мошенница была. Женщина обратилась за помощью к сотрудникам полиции. Поступила информация о том, что они должны приехать с квартиры к своему товарищу, который подвозил их на автомобиле. Вот, задержали их, когда они как раз заходили в подъезд. Задержанный пояснил оперуполномоченным полиции, что узнал номер пенсионерки случайно. Произвольно набирал цифры и ждал ответа. По словам мужчины, по такой схеме ему удалось обмануть еще троих пенсионеров. Брал номер поселка, мигзавод, и звонил выборщик, ну, на бум звонил, брали труб, говорили, алло, я говорил, алло, здравствуйте. Они говорят, о, Вов, это ты? Я говорю, да, это я. Они, о, как дела? И вот я у них под этим спрашиваю денежные средства. Добычей злоумышленника стали денежные средства в размере от 7 до 18 тысяч рублей. Его сожительница также призналась содеянным и рассказала, что вырученную наличность они тратили на собственные нужды. Ну, как нам нужды? Ну, нам нужды, да, вот так вот, на себя, естественно. Наркотики патруляете? Да. Пенсионерка поблагодарила самарских полицейских за оперативное задержание злоумышленников. Я боялась, что они могут других также подвести. Вот. Вот из-за этого я благодарю милицию, если что, нашли. Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто пострадал от действия предполагаемых злоумышленников, которых вы видите на экране, с просьбой обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 8 846 373 76 40. Или 112. Владимир Михайлович, вот все-таки из-за чего чаще всего люди попадаются в ловушку? Ну, вот какие-то есть определенные качества у человека? Ну, здесь, наверное, стоит сказать, что каждый человек стремится защитить себя прежде всего и в данном случае свои сбережения. И поэтому, когда ему звонят и говорят, что ваши деньги в опасности, что вы можете сейчас в одну минуту потерять все свои накопления, то, наверное, человек, как-то притупляется у него, наверное, чувство осторожности и внимательности. И человек начинает выполнять действия звонящих для того, чтобы в благих намерениях защитить свои денежные средства, не подразумевая, что в данном случае они переводят свои деньги или дают доступ к своим деньгам злоумышленникам. Раньше, допустим, ну, в разговоре с приятелями, со знакомыми, когда тема заходит о мошенниках, вот лично я спрашиваю там, попадались ли вы на уловки, звонили ли вам мошенники, говорили, нет, нет, сейчас это сплошь и рядом. И мне звонили несколько раз. Я уверена, что и вам наверняка тоже. А вот давайте сейчас поделимся личным опытом, вот когда вам звонили мошенники, как вы с ними разговаривали и что вы предпринимали? Ну, я в силу, так сказать, своих профессиональных обязанностей немножко не так, как вы, наверное, себя вел, да. Я пытался там записать голос звонивших, пытался установить какую-то информацию, да, необходимую для меня там, например, да. Поэтому, ну, наверное, все-таки у меня другое видение. И я понимаю сразу, когда мне звонят, да, и кто мне звонит. Я думаю, что все-таки, наверное, вот ваш опыт интереснее будет зрителям. Ну, у меня было несколько раз, когда мне звонили мошенники. Вы знаете, я как-то сразу понимаю, кто мне звонит и зачем. Я либо сразу обрываю разговор, либо как-то все это перевожу в шутку. Ну, потому что понятно, что звонят мошенники, зачем они это делают. Но вот скажите мне, пожалуйста, все-таки я хочу, почему я вас спросила, я хочу, чтобы вы привели примеры манипуляций, которые устраивают мошенники, когда звонят по телефону, когда осуществляют покупку через интернет. Опять же, бесплатные площадки объявлений, вот где поле, где мошенникам просто можно разгуляться. И на Авито не раз, да, вот на таком самом известном сайте покупки-продажи очень много сейчас мошеннических действий. Давайте сейчас предупредим, каких действий нельзя ни в коем случае совершать, если вдруг подозреваем мошенничество. Ну, прежде всего, давайте разберемся по звонкам. Сейчас современные технологии позволяют злоумышленникам осуществлять звонки с так называемой подменой номера, да, когда мы у себя на экране телефона видим номер телефона, известный нам, да, номер телефона банка, например, номер телефона полиции. И, соответственно, мы прежде всего, да, так сказать, верим, да, что нам вот звонит действительно сотрудник банка, да, потому что мы привыкли, что с этого номера, да, нам всегда вот звонит оператор, узнает какие-то там, ну, какую-то информацию, да. Вот. И здесь мы прежде всего, прежде всего, должны для себя определить, что когда звонит сотрудник банка, он никогда не спрашивает ваши данные, он знает, кому он звонит, во-первых, называет вас по имени и отчеству, он никогда не спрашивает данные ваших банковских карт и ваши личные данные. Владимир Михайлович, а разве звонят сотрудники банка? Вот вы сейчас говорите, если позвонит сотрудник. Вот на моей памяти лично мне ни разу сотрудника банка не звонили. Если есть какое-то предложение рекламного характера, то это всегда робот, здравствуйте, и дальше информация там по кредитам, по проектам каким-то. Так это моя воля, я могу его слушать или я могу отключиться? Ну, разве сотрудники банка звонят и говорят о движении каких-то там счетов, передвижении денег же? Нет. Нет. Об этом я и хотел сказать, что никакие движения, денежные средства, никакие данные они не спрашивают. Они могут вам, так сказать, какую-то информацию довести до вас. О том или ином продукте, который у них есть. О возможности продукта, конечно. Бывают звонки, когда просят оценить работу, оценить качество предоставляемых услуг. Я поэтому и говорю, что никогда сотрудники банка не пытаются выяснить у вас ваши личные данные, данные ваших банковских карт, ваших счетов. Звонки, когда вы видите телефон сотрудников полиции, сотрудников других правоохранительных органов, прокуратуры, Федеральной службы безопасности. Вы можете проверить, да, и действительно в интернете вы видите, что это действительно телефон. Но сотрудники полиции, вот здесь точно можно вам сказать, что никогда, никогда не звонят гражданам и не просят выполнять действия сотрудников банка. И тем более сотрудники полиции никогда не просят сообщить свои данные, данные банковских карт, данные переводов, счетов и так далее. Вот здесь совершенно четко можно ручаться за эту службу. Четко можно сказать, что если вам звонят с номера телефона правоохранительных органов и просят предоставить какие-либо ваши персональные данные, либо предоставить эти данные другим лицам, которые вам сейчас будут звонить или звонили ранее, то здесь стоит просто прервать разговор и дальше его не продолжать. Ну, а сотрудники все-таки полиции, наверное, есть такие ситуации, когда не могут позвонить гражданам, ну, к примеру, если ведется следствие в отношении родственника. Ну, то есть связаться-то могут или там вопросы какие-то задать, да, если человек, допустим, участвует в преступлении и так далее, или следствие ведется в отношении него, но тут вопросы будут совершенно другого характера. Естественно, во-первых, сотрудник ни о каких деньгах с вами разговаривать не будет, это однозначно, я еще раз говорю, и не будет спрашивать у вас ваши данные, да, и не будет просить вас выполнять действия других лиц. Владимир Михайлович, давайте сейчас еще, знаете, поговорим о чем. Вот я лично неоднократно видела на доске информации, где сотрудники полиции предупреждают о мошенниках. Вот скажите, пожалуйста, какая работа ведется вами для поимки таких преступников? И вот в начале программы я сказала, что такие преступления, телефонное мошенничество происходит дистанционно, и достаточно сложно поймать преступника. Так вот как обстоит на самом деле, и вот есть ли какая-то статистика именно по мошенничеству? Ну, вы знаете, да, действительно, есть определенные трудности при раскрытии этих преступлений. Вы правильно сказали, прежде всего, это дистанционность. Мы на момент совершения преступления, так скажем, даже не можем предположить, откуда совершался телефонный звонок, да. И получение всей этой информации занимает определенное время, что, соответственно, как бы, так скажем, неположительно сказывается на раскрытии данных преступлений. Ну, статистика, она официально есть на сайтах МВД, поэтому, как бы, любой желающий может с ней ознакомиться. Все, что есть в открытом доступе, оно, так скажем, не скрывается. Что хотелось бы сказать по поводу, какая работа проводится. Ну, вот наша с вами передача, да, постоянное информирование населения, да, через средства массовой информации, через социальные сети, публикации в газетах, выступления на телевидении, ролики в общественных местах, аудиосообщения, общественный транспорт. То есть, как бы, ну, мы с вами все, да, видим, что и на федеральных каналах ежедневно практически это все освещается, об этом, обо всем говорят. Говорят и пишут, и, тем не менее, преступление продолжается. И, тем не менее, каждый день практически новость, что очередной пенсионер или молодой человек стал жертвой мошенничества. Но все-таки вот это происходит, ну, как-то это вообще остановить можно? Ну, здесь, прежде всего, информирование населения – это один из способов, да, предупреждения данных преступлений. Ну, раскрытие данных преступлений, то есть, привлечение к уголовной ответственности лиц виновных, да, есть положительные моменты в этом, да, вот буквально в конце прошлого года был задержан ряд граждан, да, которые осуществляли у нас звонки пожилым людям под видом их родственников, просили перевести денежные средства ввиду того, что родственник попал в ДТП, попал в аварию, попал в больницу и так далее. Ну, прежде всего, мы, так, как граждане, да, мы порождаем эти преступления со своей невнимательностью. И чем больше информации будет, и тем больше людей будет знать об этом, мы знаем, мы рассказали своим родственникам, они рассказали своим родственникам. Здесь, я думаю, что чем бдительнее становятся граждане, чем больше информации будет доводиться до граждан, тем меньше этих преступлений будет совершаться. Вы сказали, что за мошеннические действия наступает уголовная ответственность. Расскажите, пожалуйста, какая? Ну, здесь все зависит от санкции статьи, да, но... Ну, пример приведите распространенное. Ну, что касается мошенничества, то средний срок, так скажем, да, ну, это от трех до пяти лет. Лишение свободы. Лишение свободы, да. Как правило, все эти статьи, кражи с банковских карт и со счетов считаются тяжкими преступлениями, соответственно, санкция предусматривает меру пресечения. Такое наказание. Ну, вот мы с вами неоднократно еще говорили, я думаю, что сейчас стоит повторить, потому что тема, конечно, бесконечна, и повторение мать учения, да, недаром существует такая поговорка. Если человек нашел банковскую карту и стал ею пользоваться, снимать деньги, это тоже уголовное или административное? Это уголовная ответственность. Данное деяние предусмотрено статьей 158 Уголовного кодекса, частью 3, пунктом Г, поэтому я бы не рекомендовал гражданам, которые нашли банковскую карту, пользоваться ей в своих интересах. Также нередки бывают случаи, когда люди в банкоматах забывают деньги, ну и следующий по очереди себе их присваивает. Вот это тоже преступление? И что делать в случае, когда ты нашел банковскую карту и когда ты увидел деньги в банкомате? Ну, в банкомате деньги просто, если их не забрать через небольшой промежуток времени, банкомат их, так скажем, заберет в свое хранилище, и они не пропадут. Что касается банковской карты, то проявите свою гражданскую сознательность, отнесите ее в коммерческое учреждение, которым она выдана. Ну, если это, допустим, карта банка, да, отнесите ее в банк. В то отделение? Отдайте ее, да, отнесите ее в ближайший отдел полиции, передайте. Владимир Михайлович, все-таки куда обращаться, если понял, действительно понял, что стал жертвой обмана и мошенничества? Ну, прежде всего, в свою кредитно-финансовую организацию, в которой у вас находятся счета, заблокируйте свои банковские карты, свои счета, сообщите информацию о том, что вы стали жертвой мошенничества. И после этого незамедлительно обращайтесь в полицию. Мы с вами встречались, наверное, около двух-трех месяцев назад и говорили вот о преступлениях, о мошеннических действиях. Скажите, а вот за это время появились какие-то новые виды мошенничества, ну, по крайней мере, с которыми столкнулись вы и ваши коллеги? Ну, новых, наверное, я вам не скажу, а вот способы совершения немного изменяются. Мы с вами затрагивали вопрос госуслуг, да, сейчас через данный портал можно, так скажем, много действий совершить, да, гражданам, то есть вплоть до подачи заявки на взятие кредита в любой коммерческой организации. Причем очень много организаций, которые позволяют брать кредит через госуслуги у себя. Поэтому злоумышленники сейчас пытаются получить доступ к вашему аккаунту в госуслугах и уже от вашего имени, соответственно, отправлять заявки на получение кредитов. Что нужно сделать, чтобы этого не допустить? Здесь точно такие же действия, как и от любых других мошенников. Нельзя предоставлять свои данные, соответственно, никаких кодов подтверждения, никаких ваших личных данных сотрудники госуслуг не требуют. Ну, у нас же сейчас вся жизнь, можно так сказать, в телефоне. И все приложения, в том числе и банки онлайн, и госуслуги, и налоги, все у нас в телефоне. Поэтому по утере телефона, конечно, можно рисковать, попасться в мошеннические действия. Вот здесь как быть, если вдруг утерян телефон, и там не стоит определенного пароля? Ну, прежде всего, позвонить в службу поддержки круглосуточной, у нас есть горячая линия любого банка, и сообщить о том, что вы утеряли телефон с доступом в банк онлайн, и попросить заблокировать все свои счета. В случае блокировки ваших счетов уже никто не сможет воспользоваться вашим приложением, то есть все карты и все счета будут заблокированы. Впоследствии вам, конечно, придется пойти в банк, разблокировать данные счета. Соответственно, вы поменяете доступ к своим банкам, к своему Сбербанку, ну, там, банку онлайн, да, так скажем. Вот. Смените номер телефона, соответственно. Ну, а, соответственно, если в телефоне есть все личные данные, сменить аккаунт, ну и, конечно, сообщить в полицию, если в телефоне есть сканы к, предположим, даже паспорту. Да, конечно, заявление в полицию вы можете написать в любом случае при утрате вашего телефона. Здесь есть вероятность, что ваш телефон найдется, кто-то также проявит свою гражданскую сознательность, принесет данный телефон сотрудникам полиции. Вот на этой оптимистической ноте давайте мы закончим. Все-таки граждане, у нас не только мошенники, но и очень много бдительных, да, граждан? Да, конечно. Ну что же, да. Спасибо вам большое, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Ну, конечно, информация, которую сегодня вы получили от моего уважаемого гостя, обязательно должна пойти на пользу. И помните, мошенники не дремлят. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!